Привет, с вами Дмитрий Михайлов, вы на моем канале Коммент Бай. Сейчас я нахожусь на одном из объектов. Ко мне люди обратились в следующую проблему. Котел газовый стоит атмосферный классический Бош. У него свечит ошибка, что угарный газ идет в помещение, что дымоход работает неисправно. Поэтому, почему работать неисправно, поднимемся выше, покажу. Но дом, как видите, всегда, когда ко мне обращаются люди, это, как правило, с проблемами и большими. Почему? Потому что выход на кровлю нет. Сейчас особые будут ставить лестницы, выставляя для того, чтобы подняться наверх. Сейчас я забрался на кровлю и постараюсь вам объяснить, почему происходит именно отключение котла. Все очень просто. Вот из-за этого вот грибка. Если мы посмотрим отсюда, то грибок, во-первых, очень-очень низкий. И газы, которые поднимаются, когда котел включается, газы должны выйти из этого грибка. Они не выходят. Они остаются вот здесь. Здесь довольно большая такая площадь. Не знаю, какой размер. 250, наверное, 140 от этого короба. Ну и кирпичная кладка, она не загильзована. А когда кирпичная кладка не загильзована, газы лучше идут на круглом диаметре. Либо на аварийном, на крайнем случае. Но не по квадрату. Квадрат самый худший вариант. Здесь самый худший вариант. Потому что здесь я просчитывал два варианта. С учетом того, чтобы загильзовать трубу от начала до конца, ну, у заказчиков уже сделан ремонт, сделана отделка. Ну, представляете, уже кухня сдана. Все красиво. Натяжной потолок, электричество. И сейчас там бомбить все, демонтировать. Это очень-очень марудно. Это очень грязно, в первую очередь. Ну, заказчику я проблему объяснил. Поэтому он говорит, давай, Дмитрий, делай. А там дальше, как будет, так будет. Будем решать уже проблему по мере поступления. Поэтому здесь, что я сделаю. Поставлю общий грибок. Я этот уберу. Такой грибок в характерном стиле. Видим колонны такие. В зубце. Ну, так раньше встроили. Никуда от этого не делся. Цыганский дом. Ну, как бы не было. Проблему надо решать. Я поставлю общий грибок. И вот это полностью все уберу. И привяжусь к кирпичной кладкой к бандажам. Специальным бандажам. Я вам его покажу. Все, я начинаю работать. Не знаю, сколько эта вся конструкция весит. Я застрахую ее еще таким-нибудь тросом. И вот эти вот моменты. Это все ржавчина. Вот эти вот потеки. Это все результат того, что дымоход сделан неправильно. Вот по стенке, если вы обратите внимание. Видите, какие потеки. Так быть не должно. Это с одной стороны. И, соответственно, с другой стороны. Подтеки. Видите, до самого низа. Ну, конечно, это все по крыше и по кровле течет вон в самую нижнюю точку. Ну, и здесь, соответственно, то же самое. Такие ржавые потеки. Вы от них никуда не денетесь, если оставите дымоход до общего грибка. А здесь общий грибок. Смотрите, сейчас демонтировал я грибок. Вот такие разрушения. Кирпича уже нету. Здесь разрушается кирпич. Здесь тоже. Для информации белый кирпич. Видите, он лучше себя ведет. Силикатный, чем полнотелый кирпич. Разрушение, видите, да? Одинаково стоит, но белый стоит лучше, чем красный. Ну, и здесь, конечно, все мертво, все убито. Вот так это выглядит. И вот так. Да. Такой дымоход, такой грибок не должен быть. Поэтому сейчас мы здесь привяжемся бандажом. Ну, скажу так. Наверное, еще ряд кирпича придется убрать. Да. Вот этот кирпич я ряд уберу, лишний. И уже привязку будем делать к вот этому кирпичу. Он более живой. Это я вижу. И здесь то же самое. Это полностью мы уберем, демонтируем. Немножко по материалам сейчас расскажу, какие будут стоять. Так, изначально привязка к кирпичной кладке будет проходить в такой бандаж. Пищевая нержавейка 304-я. Кислота. Такой-то соединительный патрубок собирается по конденсату. И утепленная труба. Так как шахта у нас не загильзовывается, обязательно, если пошли на такое решение, ставьте утепленную трубу, чтобы уменьшить количество конденсата. Потому что если вы оставите голую трубу, просто сделайте привязку. Но это, может быть, на год вам хватит. И насадка верхняя, также она утеплена. Вот на этот момент, если, еще раз повторяю, вы не загильзовываете кирпичную кладку, надо очень сильно обращать внимание. Она должна быть утепленная. Потому что, ну, то же работа, которую вы проделаете, может сказать, что зря. И вот такой грибок, он высокий. Смотрите ножки. Вот здесь его была верхняя ножка. То есть, что я попросил на производстве, чтобы подняли выше. Для чего? Чтобы здесь было проветривание, чтобы газы не собирались. И чтобы мы, чтобы я, вернее, после ту работу, которую я здесь сделал, не вернулись к исходному положению. Поэтому обязательно. Конечно, лучше бы, чтобы грибка не было. Но, к сожалению, здесь нет возможности. Если здесь грибка оставить, весь конденсат пойдет вернее. Дождь, влага, кирпичную кладку. Этого нельзя допустить. Кольцо уплотнения. И будем вырезаться в грибке. Не знаю, где будем отверстия делать. Скорее всего, где-то вот в этом месте. Разметку нанесу попозже все. Поэтому, чтобы были грибки аккуратные, красивые. Они вот такие ржавые. Ну да, раньше делали так. Поэтому не было строительных норм. Никто их не придерживался, даже если были. Сейчас немножко поменялось в строительстве. И нормы, и требования, и оборудование. Поэтому неизвестно, что будет там через 10, через 20 лет. Но сейчас делать надо именно так. Все, приступаем. Вы видели до начала этого видео, как было выведено. Так раньше делали все. Сейчас поменялись котлы, поменялась система отопления. КПД стала выше. И, соответственно, к дымоходным требованиям тоже изменилось. Вот таким вот образом надо выходить. Еще вспоминаю, я зазор здесь оставил довольно большой. Чтобы проветривало все, чтобы газы выходили, и они выходили в атмосферу. Как можно меньше, чтобы не создавалась здесь пробка. Потому что чем ниже грибок, тем больше у вас проблем. На грибки надо обращать внимание. Все. Кольцо уплотнения стоит. Вставочка. Ну и внутри вот этот бандаж, который я вам показывал на обзоре. И привязка сделана. Труба. 150 внутри. На 200 утепление. 304-я, 06-я. Марка стали нержавейки внутри. 430-ка, 05-ка снаружи. Сейчас я спущусь и покажу вам, как это выглядит снаружи дома. Все. Погода меняется, все меняется. Смотрим. Все. Закончил монтаж дымохода. Вывел за общий грибок. Поставил новый грибок. Общий, конечно, новый грибок. И вставочку поставили, поднялись над общим грибком. Для чего это нужно? Для того, чтобы была постоянная тяга, была стабильная тяга. Потому что вот эта вот пробка, которая создается под общим грибком, когда вы мощность котла увеличиваете, газы останавливаются. Они не могут выйти. То есть нету проветривания. Здесь, почему по строительной норме грибки запрещены. Обоснованно запрещены. Потому что газы, они выходят вверх без грибка. Никто ничего не мешает им. А так грибок он притормаживает. Вот поэтому и на этом объекте я грибок поднял максимально высоко. Потому что если его не поставить, то влага начнет впитываться в кирпич. То есть конденсат. Плюс еще добавим осадки. И кирпич, конечно, начнет разваливаться. Поэтому здесь без грибка, к сожалению, никак. Самый идеальный вариант это было бы загильзовать полностью всю шахту. От начала до конца. Но, к сожалению, здесь уже отделка сделана. Все сделано. Но дело времени. Люди ко мне еще обратятся. Ну, через сколько, неизвестно. Год, два, три, пять, десять лет. Потому что в таком состоянии кирпичная шахта уже стоит около 15 лет. И повреждения вы все видели. И разрушения. Все. С вами был Дмитрий Михайлов. Монтируйте дымоходы правильно. Заказывайте мне дымоходы. Конечно. Всем хорошего настроения. Пока.